МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Накануне оккупировали участок дороги на улице Ленина, вблизи Уральского технологического колледжа. Полицейские остановились посреди дороги, чтобы поговорить. Эти фотографии нам прислала городской репортер Анастасия. В письме пояснила, полицейский автомобиль стоял на встречной полосе около получаса. Правоохранители общались через окошко с прохожим, создавая при этом неудобства водителям. Как объяснили нам в ГИБДД, наряд оформлял случившийся там ДТП. Поэтому и вынужден был оставить автомобиль прямо на встречной полосе проезжей части. В иных случаях полицейские себе такого не позволяют, добавили в ГИБДД. Реконструкцию бассейна начнут уже в этом году. Проект строительных работ на днях прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Как сообщил нам заместитель директора Белаярской АЭС по общим вопросам Андрей Кузнецов, сегодня продолжается этап рабочего проектирования. Уточняются чертежи реконструкции и объемы работ. После этого будет составлена смета всего проекта. Первый этап реконструкции запланирован уже на этот год. Строители обновят наружные стены, установят витражи, усилят фундамент. Общая стоимость этих работ по предварительной оценке составит около 20 миллионов рублей. Однако эту сумму еще предстоит согласовать в концерне «Росэнергоатом». Дальнейшие этапы реконструкции будут в первую очередь зависеть от финансирования. При наличии средств все работы должны занять полтора года. Крик о помощи. На наш почтовый ящик пару недель назад пришло письмо от Зареченки Оксаны Савицкой. Женщина пожаловалась на бедственное положение ее семьи. Восемь человек живут в 24 квадратных метрах. Делят в комнату в общежитии пятеро детей, две сестры и их мать. Жилищный вопрос семья не может решить уже на протяжении 20 лет. О том, как стучаться в закрытые двери, расскажет Екатерина Танких. Пять мудрых фраз на стене не дают пасть в отчаянии жителям этой комнаты в общежитии. Но силы и нервы уже сдают. Оксана Савицкая и ее сестра приехали в Заречный из Магадана в 93-м году. В северной части России служил их отец – прапорщиком. Переселенки выросли в военной части в казенном доме. В Заречном их приняла мать. Женщина получила эту комнату на Ленина, 26, еще в 72-м году, когда ее муж служил в комендатуре Белоярской АЭС. И до сих пор это все, что есть у этой большой семьи. Люди как бы обживаются, как бы что-то имеют, жилье какое-то, квартиру получают. Кто-то покупает в ипотеку. А тут что-то сидела, сидела и решила написать. Потом все, у меня уже просто слов не было. Может быть что-нибудь, ну не знаю. Как говорится, последняя надежда. С последней надеждой на помощь Оксана обратилась к нам. До этого она с сестрой Натальей ходили в администрацию города, ездили в правительство области, писали в Москву. Везде им давали один ответ – все в рамках закона, ваша очередь еще не подошла. Сейчас Оксана, как малоимущая, стоит в общем списке на жилье на 314 месте. Наталья, как многодетная мать, на 312. За 20 лет очередь продвинулась всего на 100 позиций. Как рассказали нам в отделе учета и распределения жилой площади, первой в списке сегодня стоит человек, который на очередь стал еще в 83 году. Поэтому нарушений по отношению к женщинам никаких нет. Права их не нарушаются. Согласно жилищного кодекса, жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете, с датой постановки на учет. То есть вот они как подали заявление, так и стоят. Именно этот общий список, он движется очень медленно. Практически жилье не строится и не распределяется. Мы распределяем те остаточки, которые либо кто-то, извините, ушел, либо кто-то выехал и вдруг там осталось какое-то жилье, что бывает очень редко. Получить квартиру сестры не могут, кредит им тоже не дают. В большой семье один кормилец – Наталья. Женщина трудится на трех работах с утра до вечера. Плюсом к семейному достатку – пенсия матери. На эти деньги живут 8 человек, 2 собаки и кошка. Беззаботность домашних животных – для семьи еще один момент надежды на счастье. А счастье – исполнение мечты о своей комнате. Личную комнату. Гордиры, чтобы было не одна комната, а больше. Чтобы у каждого человека была своя комната. Места мало, стены одни и те же. Все еще, ну народу надо. Когда друзья приходят, выходят все время в коридор, там общаются. В дом не заходит, то, что места мало. Не хватает в этих 24 метрах места даже мебели и продуктам питания. Они хранятся в диване и на полках с книгами. А чтобы всем нашлось место для сна, жители комнаты собирают конструктор. Раздвигают диван и разворачивают софу, присоединяют кресло. В комнате не остается места, где встать. Сидеть можно только за компьютером. Эту веб-зону, как правило, занимает Виктор, младший сын Оксаны. Оксана и Наталья рассказывают, что такой жизненной ситуации не ожидали. Как быть и что делать не знают. В какие двери им еще стучать, если закон в нашей стране всегда прав. Палатку ставить на лето. Это ладно, если, может, правнуки наши получат. Дай бог, если правнуки получат. А так вот ничего. Екатерина Танких, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Накануне Белоярская АЭС принимала московских гостей. С официальным визитом предприятие посетили представители госкорпорации «Росатом». Делегацию возглавил директор по развитию производственной системы «Росатом» Сергей Абозов. Вместе со своими коллегами он посетил рабочие места действующего энергоблока и ознакомился с его производственной системой. Такая система необходима для повышения эффективности работы персонала и исключения всех видов потерь на производстве. Практика внедрения этих технологий на Белоярскую АЭС осуществляется второй год и уже дала положительные результаты, сообщает Центр общественной информации БАЭС. Магические цифры спасения. Уже целый месяц в Заречном работает единая диспетчерская служба. Из разных уголков города сюда поступают звонки с просьбой о помощи. Откуда к нам пришла эта система и как она работает, смотрите в нашем сюжете. На смену заступил оперативный дежурный ЕДДС городского округа Заречный Шутова Юлия Михайловна. Организовано взаимодействие с дежурно-диспетчерскими службами, расположенными на территории города Заречного. Так начинается каждая смена диспетчера Юлии Шутовой. Следующие 24 часа девушка будет принимать от граждан просьбу о помощи. Случился пожар, захлопнулась дверь или разбился градусник. Поступившую информацию Юлия по цепочке передает в оперативные службы пожарным, медикам или полиции. И, как ни странно, работникам ЖКХ. В коммунальной сфере, что где-то засор произошел, то есть как бы подключаем сюда службу МОК-строя, где-то вот мужчина недавно звонил, балкон у него рушится, то есть просил помощи. Сейчас в штате ЕДДС числится 6 человек. Четверо из них оперативные дежурные. На смену диспетчеры выходят по одному. Работают сутки через трое. Раз в месяц с ними проводятся тренинги по психологической подготовке. Учат быть готовыми к любым ситуациям. ЕДДС своей главной задачей видит это оказание помощи населению в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью людей. Телефон экстренной помощи 112 своими корнями уходит в Швецию. Там в 1991 году было решено создать единый номер службы спасения. Позже система распространилась по всей Европе. Сегодня каждый европейец знает, какую комбинацию цифр набрать в случае беды. В России система 112 появилась лишь в 2010 году, в Заречном месяц назад. Однако здесь новые технологии установлены не до конца. При поступлении экстренного вызова ИДДС должна включать параллельную связь с оперативниками. Пока же приходится перезванивать. В будущем эта система будет работать. Мы только на компьютере набрали слово «пожар», например, всё, система сама соединила нас с пожарной частью. То есть даже участие человека не нужно. Зареченцам единая диспетчерская служба пока малоизвестна. В случае чрезвычайных ситуаций, приоритетными для них по-прежнему остаются комбинации из двух цифр. В сегодняшельной ситуации куда будете звонить? 01. 02. 02. 01. Однако совсем скоро 01, 02, 03 и 04 просто исчезнут из телефонных справочников. На смену им придёт единая диспетчерская служба. И уже тогда, в случае аварии, пожара или ограбления, по телефону 112 голос диспетчера сообщит, что помощь уже в пути. Алина Малаянова, Александр Кузнецов, Антон Коряков, Иван Козырев. Детали дня. Последний майский день обещает быть сухим и жарким. Смотрите далее прогноз погоды на завтра. Информация предоставлена агентством Гесметио. Завтра в Заречном солнечная погода. Ночью температура воздуха плюс 13, утром 20 градусов выше нуля. Днём столбик термометра поднимется до 26 градусов. К вечеру опустится на 3 деления. Ветер преимущественно западный со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Проблемы, которые вас волнуют? Люди, которые вам кажутся интересными? События, мимо которых пройти невозможно? Обо всём этом рассказывайте нам. Наш телефон 71172. Адрес сайта zartv.ru. Делайте новости вместе с нами и получайте подарки. На этом у меня все детали. Смотрите нас по будням в 19.30 на канале Заречный ТВ. До встречи.